Дни Москвы открылись в Тульской области с участием мэра Сергея Собянина и временно исполняющего обязанности губернатора региона Алексея Дюмина. Подписаны соглашения о сотрудничестве торговли, экономики, науки и культуре. Туликам в дар переданы новые автобусы. Будут и другие шаги для улучшения транспортной ситуации в регионе. Семь электричек по будням, девять выходные. Каждый день экспрессами из Тулы в Москву и обратно пользуются десятки тысяч человек. Кто-то, как сегодня вечером в пятницу, торопится на дачу, кто-то ездит в гости к родственникам или друзьям, кто-то таким образом добирается на работу. Я туляк, коренной, но 30 лет уже живу и работаю в Москве, поэтому езжу туда-обратно. Иногда меня спрашивают, ты где живешь, друзья, в Туле или в Москве? Я говорю, в электричке между ними. Между Москвой и Тулой около 200 километров. Среднее время в пути три часа. Пассажиры со стажем знают, на машине обычно дольше. Пробки – не редкость на этом направлении. Теперь, после масштабного ремонта железнодорожного полотна, электрички будут ездить еще быстрее. Как мне доложило руководство Московской железной дороги, они активно пытаются улучшить движение пригородных электричек. И с 1 сентября электрички, которые идут от Тулы до Москвы, будут ходить на полчаса меньше. Это такое тоже значимое событие. И очень важно, чтобы и между Тулой и Москвой была хорошая транспортная доступность. Развитие сотрудничества в транспортной сфере – вообще один из приоритетов. Мэр Москвы Сергей Собянин и временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Дюмин приняли сегодня участие в церемонии передачи партии городских пассажирских автобусов. Это дар столицы соседнему региону. Впереди еще предстоит передача 20 автобусов, 30 трамвайных вагонов и также 25 торлейбусов. Я уверен, что все это способствует безопасности в первую очередь, комфортности и качеству передвижения наших граждан Тульской области. Для нас это очень знаковое событие. Это нам нужно было и необходимо. Водитель Ренат Уханов за рулем автобуса 15 лет. Пока только готовится осваивать технику, поступившую из столицы. Но уже уверен, новое рабочее место ему понравится. Автобус оснащен коробкой автомат. Это не как раньше у нас были механическое переключение передач. То, что было, создавалось неудобство водителю. Данная техника все делает сама. Ее только дали программу, она поехала. Наблюдавшийся раньше дисбаланс, когда частных маршруток на дорогах Тулы было намного больше, чем автобусов, теперь в прошлом. Как обещают, ждать их на остановках подолгу больше не придется. Часть этих городских рабочих лошадок теперь выйдет на новые маршруты. Остальные заменят уже устаревший автобусный парк. Москва и Тула сегодня подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Между регионами растет не только товарооборот, но и туристический поток. Два с половиной миллиона человек в год приезжают в Тульскую область, большинство из столицы. Недавно отреставрированный Тульский Кремль притягивает как магнит. Здесь и самовары, и, конечно, пряники. Дни Москвы в Тульской области сегодня только начинаются. Вечером гала-концерт столичных мастеров искусств на главной площади Тулы. А завтра тут же состоится театрализованная историческая реконструкция битвы за Москву. Завершатся торжества лазерным шоу. Илья Костин, Андрей Леонов, Сергей Мухин, Наталья Сидорова, Виктор Головин. Первый канал. Тула.